Девушки отдыхают 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 около 300 человек почтили память, прочитали молитву. Напомню, что 11 человек погибли в результате инцидента в Казахстане, еще 40 человек пострадали. А в данное время, по официальной информации, в селе Масанчи ситуация стабилизировалась и многие граждане из Казахстана уже возвращаются домой. Мы сегодня собрались здесь, чтобы почитать молитву тем, кто пострадал в событиях в соседнем Казахстане. Нашими организаторами стали мечеть и наша молодежь. Братья-организаторы, которые сегодня собрались, они сделали такое намерение выразить, во-первых, благодарность правительству Кыргызской республики, кыргызскому народу, что в такую трудную минуту нашим соседним братьям из Казахстана оказали самую посильную помощь. Основную часть беженцев приняли представители ассоциации Дунган и разместили по трем селам – Милианфан, Кингбулын и Ивановка. Тем, кому не досталось временного пристанища, органы местной власти готовы оказать помощь в организации их размещения. Напомним, массовые беспорядки произошли в ночь на 8 февраля. В результате поджогов повреждены более 30 жилых домов, 15 объектов торговли и 44 автомашины. Это по официальным данным казахстанской стороны. В Кардайском районе была объявлена чрезвычайная ситуация. По факту массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, убийствам, хулиганству было возбуждено 25 уголовных дел. Кубат Хонш Пекулу, Владимир Кулбалдиев, НТС. Еще один вице-премьер-министр сегодня подал в отставку. Заявление по собственному желанию написал Дениш Розаков и президент отставку принял. Чиновник свое решение объяснил личными причинами и попросил не связывать уход с должности, ни с критикой, все чаще изучавший его адрес, ни с предстоящими выборами в Джугур-Кукинеш. В парламенте теперь ждут представления и кандидатуры на место Розакова. Среди претендентов называют Улукбека Кочкорова, Акрама Мадумарова и заместителя секретаря Совета Безопасности Мурбека Суваналиева. Уволен по собственному желанию. Тот, кого многократно подвергали критики, обвиняли в непрофессионализме. Депутаты называли его самым слабым звеном в правительстве. Общественность даже выходила на митинги с требованием его отставки. И вот сегодня президент Соренба Джейнбеков подписал соответствующий указ. С этого момента бывший вице-премьер-министр Джиниш Розаков перестает исполнять свои обязанности в Кабмине. И, как заявил он сам, покидает должность по личным, не связанным с профессиональной деятельностью причинам. Розаков занимал свою должность на протяжении почти двух лет. И это, к слову, была его вторая попытка проявить себя в качестве вице-премьера. В компетенцию Розакова входили вопросы взаимодействия в рамках ЕАЭС, силовой блок и вопросы границ. Он был руководителем правительственной делегации страны по решению проблем на кыргызско-таджикской границе. Именно за то, что конфликты там вспыхивали завидной периодичностью и не решались должным образом, Розакова то и дело отчитывали в парламенте и критиковали в народе. Что касается Розакова, так он и с работой в ЕАЭС не справился. Вопрос с переводами от наших мигрантов так и не решился, как не решены и многие другие проблемы. Он этим занимается уже два года, и мы ни на сантиметр не продвинулись. Джиниш Розаков – самое слабое звено. Единственным, кого кажется, работа чиновника устраивала, был его непосредственный руководитель, глава правительства Мухаммед Калай Абулгазиев. Премьер-министр вступался за подчиненного, заявляя о том, что с полномочиями вице-премьер справляется. Однако для того, чтобы он мог еще лучше сконцентрироваться на решении приграничных проблем, часть функций глава Кабмина с него все же снял и передал новоизбранному премьеру Эркину Асрандиеву. Розаков будет уделять основное внимание решению проблем границ, а вопросы экономического взаимодействия с соседними государствами и странами, входящими в Евразийский экономический союз, будут возложены на вице-премьер-министра, точнее на Эркина Асрандиева. Благодаря этому Розаков сможет сконцентрироваться на приграничных вопросах. Отметим, последний инцидент на кыргызско-таджикской границе случился в ночь с 9 на 10 января. После него в Бишкеке граждане вышли на митинг, требуя отставки Джиниша Розакова. Чиновник потом заявил, что митинг был организован за деньги, тем самым вызвав еще больше возмущений со стороны жителей Баткена. Также отмечу, что Розаков после этого конфликта проводил переговоры со своим таджикским коллегой Азимом Ибрахимом. В результате стороны договорились об обмене приграничных участков. Кто может теперь заменить Розакова, вопрос пока открытый. Есть разговоры, ходят там Субан Алиева, Улгпек Кочхорова, там губернатора Баткенской области Акрама Адумарова, я думаю, кого-то из них будет. Улгпек Кочхоров может в этом вопросе, он достойный быть кандидатом, потому что он был до этого пятым созданным депутатом Джоркинеш, и он вопрос поднимал, вопрос по Баткенской области, он сам тоже с Баткенской области, я думаю, что он знает более четче этот вопрос и эти решения тоже. Когда мы инициировали должность вице-премьер-министра, который бы курировал вопросы границ, мы рассчитывали, что он будет знать все, что связано с границами, все проблемы, которые там имеются, надеясь, что будет работать и днем, и ночью, что начнутся какие-то подвижки. Но ничего этого не произошло, никаких изменений, никаких конкретных решений. Можно сказать, что должность себя не оправдала. И это уже 16-й из 22 имеющихся уволенный член правительства за два года работы под руководством Мухаммед Калая Аблгазиева. Рокировкам подвергся практически весь состав за исключением шестерых его представителей. Это сам премьер-министр, три его заместителя, председатель комитета по делам обороны и министр внутренних дел. Причем большинство из уволенных были вынуждены покинуть должности после громких скандалов. Например, бывший министр транспорта и дорог Джамшетбек Калилов. Поводом для увольнения чиновника послужило задержание с крупной взяткой его заместителя. Кстати, похожая ситуация повторилась и несколько дней назад. Очередного заместителя главы Минтранса Джинишбека Нагайбаева задержала антикоррупционная служба ГКНБ при даче взятки в размере 10 тысяч долларов. Он, сообщается, рассчитывал таким образом замять уголовное дело, расследуемое в отношении работников веса габаритного контроля. Последует ли нынешний министр Джанат Бейшенов к примеру своего предшественника и освободить ли свое кресло на фоне этого скандала, пока неизвестно. Сабина Дамаскина, Нурбек Капаров, НТС. Дата выборов в ряд местных кинешей официально назначена 12 апреля. Граждане многих городов и аильных кинешей будут выбирать депутатов. Это города Токмок, Балыкчи, Каракол, Малису и Ож, а также множество сельских советов областей республики Баткенской, Джалабадской, Нарынской, Сыкульско, Чуйско и Ожской. Кстати, ЦИК и ГРС продолжают фиксировать наплыв жителей в указанные города. Люди продолжают прописываться и вставать на учет. Так, в Аше только за месяц зарегистрировались почти 3000 новых жителей старше 18 лет. В Караколе 1500, в Токмаке более 6000. ЦИК намерен провести по этому вопросу рабочее совещание госрегистрационной службой МВД и ГКНБ. Что же касается голосования мигрантов, то им предоставят возможность отдать свои голоса на дополнительных участках, которые откроют на базе консульств и посольств. В основном речь идет о Казахстане и России. Однако, как показывают прежние выборы, явка за рубежом очень низкая. А в парламенте сегодня вновь заседала комиссия по делу убитого в Стамбуле китайского бизнесмена Айркена Саймаити, одного из главных информаторов журналистов Азатыка и Кло по коррупции на таможне. В этом расследовании, напомним, Саймаити рассказывает о незаконных схемах по транзиту товаров из Китая и как выводились сотни миллионов долларов из нашей страны. В расследовании журналистов упоминается также фамилия бывшего замглавы таможенной службы Раимбека Матраимова. Он был приглашен на сегодняшнее заседание комиссии, однако не пришел. В итоге ответ перед парламентариями пришлось держать нынешнему главе ГТС Алтынбеку Турутаеву. Почему разнятся данные Китая и Кыргызстана о перемещении товаров? Замешаны ли в контрабанде высокопоставленные чиновники? Подробности дискуссии в материале Болу Тайсаева. Лиц, указанных в расследовании Азатыка, о выводе из Кыргызстана 700 миллионов долларов, как уверяет нынешний глава таможни Алтынбеку Турутаев, в базе данных ведомства нет. В расследовании журналистов речь шла о лицах, перевозивших наличные более 10 тысяч долларов, когда становится обязательным заполнение таможенной декларации. Глава ведомства сообщил о том, что за период, указанный в расследовании с 2011 по 2017 год, в Кыргызстан было импортировано товаров на сумму более 37 миллиардов с половиной долларов. Парламентариев интересовало, сколько фирм, имевших отношение к Саймаити и фирме Абдерас, упоминающейся в расследовании, ввезли грузы в Кыргызстан за указанный период. Фирма Абдерас ввела внешнеэкономическую деятельность в 2015-2017 годах. В 2015 году компания везла грузы на 2 миллиона 370 тысяч долларов, в 2016 году на 370 тысяч, в 2017 году на 18 миллионов 371 тысяч долларов. В целом, за эти три года фирма Абдерас везла груза в Кыргызстан на 21 миллион долларов. Но это данные только по фирме. Айркин Саймаити не был учредителем ни в одной импортирующей организации. Парламентарии снова пытались выяснить, каким образом разница между данными товарооборота между Кыргызстаном и Китаем могла составить цифру в более 3 миллиардов долларов. По данным нашей таможни, в прошлом году импорт товаров из КНР составил почти 2 миллиарда долларов. А по статистике Китая, его экспорт в нашу страну составляет 5 миллиардов. И вот как Торутаев пытался объяснить депутатам эту разницу. К примеру, по информации Китая, в Кыргызстан было импортировано 70 тысяч башенных кранов. Тогда как, по нашим сведениям, в Кыргызстан прибыло всего 30 таких кранов, предназначенных для строительства. Мне не очень в это верится. Давайте представим, что 70 тысяч кранов по документам пришло в Россию. А на самом деле их было 30, и они смолчали. Сказали, ладно, методология у нас разная. Они этим не успокоятся. Вы сами понимаете, о чем вы сейчас говорите. Знаете, сколько сейчас стоит один такой кран? Старый бывшенный кран стоит больше 100 тысяч долларов. А вы говорите, 70 тысяч кранов. Если на бумаге они к нам пришли, это уже не 3 миллиарда 600 миллионов долларов. Это намного больше получается, если просто посчитать. Это же нельзя так оставлять. Парламентариев также интересовало, каким образом проверяются транзитные грузы на таможне. Тарутаев, разумеется, заявил, что никаких сборов с транзитных большегрузов не производится. Для того, чтобы понять, как работают предприниматели, импортирующие товары из Китая в Кыргызстан, депутаты пригласили представителя одной из логистических фирм. В частности, они интересовались, как предприниматели осуществляют оплату за полученный товар. Банковскими переводами или наличными в сумках доставляют самолетами. В большей степени, наверное, вопросов здесь возникает в банковской сфере. Где комплайнс, который допускал эти переводы, да, там, этих наличных средств в Китай? Ведь это же все делается на основе определенных документов, где подтверждающие документы тех, там, да, обнародованы были платежные поручения о том, что деньги ушли, да, там, с Кыргызстана. Неизвестно происхождение этих денег. Вопрос в другом, почему банки разрешали перевод этих денег? Обычные коммерческие банки с нас запрашивают очень много, там, кучу документов, да, там, к определенному переводу, там, денежному, он всегда там доносит. Ну, вот, грузовую-то можно сборачивать, контракты. И мельчайшее, если банку что-то не нравится, они отказывают нам в платеже. По словам Эсиналиева, с момента опубликования расследования Азатык, фискальные органы Кыргызстана начали тотальную проверку всех логистических компаний. Представитель генпрокуратуры посоветовал ему обратиться с заявлением в надзорный орган, так как проверять предпринимателей, не имеющих отношения к возбужденным уголовным делам, они не имеют права. На вопрос депутатов, связано ли убийство Айркена Саймэйти с его деятельностью в Кыргызстане, представитель генпрокуратуры ответил, что пока не может об этом сказать. Некоторые документы приходят, но не полностью. Задержаны подозреваемые в убийстве. По их показаниям будет понятно. Подверждающих документов, что это граждане Кыргызстана, нет. Если будут доказательства, мы проверим и дадим юридическую оценку. Так как убийство Саймэйти в Турции было включено в категорию тяжких преступлений. Расследование идет под грифом «Секретно». Никакой информации не могу рассказать из-за тайны следствия. Генеральной прокуратуре было поручено проверить деятельность бизнесмена Хабибулы Абдукадыра в Кыргызстане, также фигурировавшим в расследовании Азатыка. А также выяснить, почему не было своевременной реакции на вывоз миллионов из Кыргызстана. На следующем заседании нардепы намерены выслушать своих коллег, как Искандера Матраимова и Алтымбека Сулайманова. Вот и Сэфорно Памиталиев, НТС. Ну а иск Матраимовых против журналистов, которые и провели это расследование, возможно, будет рассматривать и другой суд. Само заявление изначально поступило в Свердловскую районную инстанцию. Но так как 24 киджи пошли на сделку с истами, остальные две редакции и автор материала Али Туктакунов сочли, что рассмотрение вопроса в суде этого района далее неуместно и подали заявление в городскую инстанцию на смену подзудности. А именно перенести рассмотрение их дела в Ленинский районный суд столицы. Юристы и ответчиков подчеркнули, что подсудность подобного спора определяется по месту нахождения ответчика, а не по выбору истца. Завтра под председательством президента Сурнбая Джеймбекова состоится второе заседание Комитета по развитию промышленности и предпринимательства. Об этом сегодня сообщил зав. отделом политики стратегического развития экономики и финансов аппарата президента Даниэр Иманалиев и напомнил, что на первом заседании Комитета летом прошлого года были рассмотрены вопросы создания благоприятной среды для развития отечественной экономики, в частности, легкой и пищевой промышленности. Было решено организовать встречи с представителями бизнеса и инвесторами в регионах, выслушать их насущные проблемы и волнующие вопросы. Завтра эти вопросы будут обсуждаться с привлечением всех заинтересованных сторон. Есть вопросы по применению налогового законодательства фискальными органами. Здесь поднимаются вопросы по применению новых технологий. То есть мы можем через вопросы цифровизации и внедрения проекта по фискализации налоговых процедур снизить количество проверок и в то же время применить новые инновационные методы или аналитические инструменты, которые позволят нам без посещения бизнеса, учитывая аналитические данные, мы могли бы дистанционные камеральные проверки бизнеса проводить. Наши дипломаты продолжат эвакуировать кыргызских студентов из Китая. В данное время МИД обсуждает способы их вывоза. На связи с посольствами и консульствами остаются 530 кыргызстанцев. Всего на обучении там находится более 6000 учащихся. Несмотря на заявления ВОЗ и китайских медиков о том, что скорость распространения коронавируса в последнее время замедлилась, люди продолжают заражаться и умирать. По последним данным, заболевших уже 43 106 человек. Умерли – 1018. Вылечились чуть более 4000 человек. Все так же эпицентр – это провинция Хубей, хотя вирус распространился на всю территорию Китая и за его пределы. Так, в 26 странах выявлены 464 случая заболевания. Больше всего больных в Японии и Таиланде, Сингапуре и Гонконге, Южной Корее и на Тайване. По нескольку зараженных человек обнаружены в Австралии, Германии, США и в Малайзии. Кроме того, почти 4000 человек находятся в заложниках у вируса на круизном корабле «Даймонд Принцесс». В данное время он стоит в японском порту Юкогама. За последние сутки еще у 60 пассажиров выявили коронавирус. Таким образом, общее количество заболевших составило 130 человек. Однако остальные также не могут покинуть корабль. На судне – карантин. А между тем, кроме коронавируса в Китае снова активизировался ранее бушевавший птичий гриб. В провинции Сычуань в результате H5N6 на одной из ферм из 2500 птиц заразились и погибли 1840. Местные власти принимают меры для предотвращения распространения вируса. Еще одна провинция, где снова вспыхнул птичий грипп – это соседствующая с Хубеем Хунань. Напомним, в 2003 году во всем мире было зарегистрировано 694 случаев заражения людей птичьим гриппом. Основная часть из них тесно контактировала с зараженными птицами. Построили себе дома, живут в них уже 10 лет, а прав на имущество до сих пор не имеют. Сегодня жители жилмассива Аккордо вновь вышли на митинг. Главное требование – отменить мораторий на трансформацию их земель. Жители говорят, чиновники обещают это сделать уже несколько лет, а политики приходят их выслушать только перед выборами. Подробности далее. На митинг в жилмассив Аккордо вышли около тысячи человек. Живут, возмущаются они, словно призраки. Дома у них есть, но документов, подтверждающих на их владение, у них нет. Куда бы только ни ходили, кому только ни писали, везде одинаковые ответы. Пока они трансформируются, мы не можем выделить земельные участки. Но в законе есть. Если потребность есть для народа, для соцобъекта, то этот участок должны трансформировать. Но на этот закон они плевали. В жилмассиве Аккордо проживают около 16 тысяч жителей. 70% населения не прописаны в своих домах. Когда они покупали свои участки, эти земли значились как сельхозугодья. В 2008 году местные власти обещали перевести участки в категорию населенных пунктов. Люди начали застраиваться на бывших полях, возник жилмассив, а потом ввели мораторий на трансформацию земель. Мы не захватчики земель, это наша частная собственность. У нас есть зеленые книги. Участки мы покупали законно. 31 июня 2009 года ввели мораторий на трансформацию. С тех пор мы таки остались без документов. Из-за того, что у нас нет прописки, мы не можем получить паспорта. Даже в больницах местных жителей принимают с трудом. Приходится давать деньги. В правительстве Джогурху Кинеша, который год обещают решить наш вопрос, но ничего не меняется. Создают комиссию за комиссией. Мы уже устали ждать. 10 лет никто ничего не делает. Перед выборами в 2015 году кандидаты дали слово жителям Аккордо трансформировать их земли, отменив мораторий. Но обещания так и остались обещаниями, жалуются жители Аккордо. Из 1100 гектаров земли в жилмассиве трансформировано только 230. 813 гектаров в нашем жилмассиве зарегистрированы как орошаемые участки. У некоторых людей есть официальные документы, но у большинства жителей есть только зеленые книги. На нас обращают внимание только тогда, когда начинаются выборы. Сколько депутатов обещало помочь нам? Мы сыты по горло. Вы сами видели, в каком состоянии нашей дороги. Сюда доезжают только две маршрутки. Вроде 21 век на дворе, а живем как в средневековье. В жилмассив Аккордо уже приезжала специальная правительственная комиссия для изучения проблемы. Они провели встречу с жителями, обещали помочь и попросили предоставить все документы. По словам Акима, с Окулукского района сейчас бумаги находятся на рассмотрении. Однако, когда будет принято решение, он не знает. В настоящее время разрабатывается законопроект о снятии моратория. Это не снятие, но там поправки. Если закон примется, мы дадим свои предложения. К нам приходила правительственная комиссия. Мы давали информацию, сколько земель есть, сколько земель нужно трансформировать и так далее. Жители жилмассива Аккордо выдвинули пять требований. Кроме трансформации земель, они попросили правительства и депутатов Джокурку-Кенеша решить их проблемы с получением социальных услуг. Также собравшиеся потребовали провести электричество на некоторые улицы и увеличить маршрутные линии пассажирских микроавтобусов. Айтолкун Сулпуева, Тургань Язов, НТС. Законодательно закрепить обряд НИКЕ с таким предложением накануне выступил депутат Исхак Перматов. В соцсетях на парламентарии обрушился шквал критики. Но сегодня парламентарий в интервью нашему каналу заявил, что его неправильно поняли. По его словам, он предложил лишь придать статус религиозным бракам, которые были заключены почти сто лет назад. Чтобы, цитирую, их потомкам легче было запрашивать информацию о своих предках. С чего этот депутат так озаботился подобной проблемой, выясняла Анастасия Соболева. Накануне на многих лентах появилось сообщение. Парламентарий Исхак Перматов предлагает законодательно закрепить обряд НИКЕ. Чтобы права женщин, вышедших замуж по мусульманскому обряду, имели такие же права, как и те, что бракосочетались в ЗАГСе. Мы против такого законопроекта. Я не понимаю логику. Это же просто абсурд. Мы же живем в правовом государстве. Вести учет браков должно государство, а не муфтият. В этом что-то есть. Ведь каждый человек с рождения до смерти должен где-то стоять на учете. Сегодня Исхак Перматов заявил, что его слова не так поняли. На заседании комитета, говорит он, обсуждали поправки в Семейный кодекс. И он уверяет, просто предложил законодательно отрегулировать и вопрос религиозных браков заключенных до 1924 года. До этого, по словам депутата, в стране не было органов записи актов гражданского состояния. Есть граждане, которые обращаются в ГРС с целью узнать истинные имена своих прадедов или отцов своих прадедов. Это возможно только посредством поднятия архивных данных. И для того, чтобы придать юридический статус этим данным, мы вносим изменения в этот закон. Для того, чтобы вот эти архивные данные носили официальный характер, мы придаем само понятие акта гражданского состояния, добавляем эту формулировку. К Бебюсаре Рыскулово обращается много женщин. Некоторые, рассказывает директор кризисного центра СИЗИМ, за юридической поддержкой. Брак не оформили, стали женами лишь по религиозному обряду НИКИ. В итоге, после расставания остаются ни с чем. В посредственнике, если они жили, алименты можно. Но делёшь имущество вместе нажитое, это невозможно. И женщины должны знать, потому что к нам часто приходят. На алименты можно подать. Если он фамилию дал ребёнку, уважаемые женщины, подавайте на алименты. Если вторая, третья жена у вас, дети есть, вы имеете право. Но на имущество вы вообще не имеете права. Между тем, по данным надстаткома, каждый пятый ребёнок в стране рождается вне брака. Хотя за последние годы их стало меньше. В 2017 году таких детей насчитали почти 36 тысяч. Годом ранее более 38 тысяч. В свидетельствах записаны отцы только половины. В прошлом году имамов обязали проводить обряды Нике только после того, как брачующиеся покажут им документ из ЗАГСа. Выполняют ли это требования религиозные деятели? И как это отслеживает муфтияд, в духовенстве комментировать отказывается. Анастасия Соболева, Джонарбек Дугдурбек, Улу, НТС. Айваз Умурканов, триатлет из Кыргызстана, завоевал бронзу в соревнованиях Айронмен на полужелезной дистанции, прошедших в Арабских Эмиратах. Участниками масштабного спортивного мероприятия в Дубае стали более 2000 человек. Всем им нужно было проплыть почти 2 километра, затем проехать на велосипеде 90 километров и пробежать полумарафонскую дистанцию 21,1 километр. Своей возрастной категорией 18-24 он стал третьим, показав результат 4 часа 13 минут 45 секунд. Таким образом, он улучшил рекорд Кыргызстана, который принадлежал ему же больше, чем на 5 минут. Отметим, что по итогам прошлогодних турниров Умурканов отобрался на чемпионат мира по Айронмен, который осенью пройдет в США. Данный турнир являлся подготовкой к чемпионату мира. Надеюсь, я хорошо выступил на этом турнире. И впереди также предстоит еще около 2-3 международных стартов в Испании, в России, возможно, в Финляндии. И надеюсь, что также отлично представлю нашу страну и попытаюсь занять призовое место. На этом наш выпуск подошел к концу. Журналисты НТС, как всегда, продолжают следить за развитием событий. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok